Я хотел бы вас спросить, кто из российских мыслителей, ученых, антропологов, писателей вам самый близкий для того, чтобы для себя самого определили эти ценности, которые потом будут ценностями для всех россиян? Вы знаете, я не хотел бы говорить, что там Иван Ильин только. Но я читаю Ильин, да, читаю до сих пор, у меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю. Сегодня мы еще будем говорить про выдающегося философа и пособника нацистов Ивана Ильина, чьи идеи активно вмонтируются в идеологический каркас путинской России. Но в целом речь сегодня пойдет о патриотизме. Патриотизм, патриотизм, патриотизм. Это понятие чем дальше, тем со все большим остервенением продвигается на государственном уровне. Патриотизм преподносится как основа нашего общества и государственности. И это заметно даже по риторике Путина. Путин в 2004-м. Национальная идея – это конкурентноспособность. Путин в 2011-м. Национальная идея – это сбережение народа. Путин в 2016-м. Национальная идея – это патриотизм. Чувство патриотизма – важнейшая часть общенациональной культуры. Стержень нашей генетической памяти. Каков твой генетический код? Сегодня на фоне не войны на территории Украины особенно важно проанализировать сущность и становление того, что пропаганда путинской России называет патриотизмом, а также сравнить его с теми вариациями патриотизма, которые существовали в советскую эпоху. Более того, сегодня я постараюсь показать, как сами модели российского патриотизма неразрывно связаны с экономической системой и политической конъюнктурой. Ну а в конце выпуска будет музыкальный номер. Короче говоря, поехали. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там и живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Традиционный офф-топ с призывом подписаться на наши ресурсы в соцсетях, где публикуется масса интересных материалов. Там же появляется информация о публикуемых выпусках, чтобы вы знали в случае блокировки Ютуба, в какой момент включить VPN и запустить окаянную шарманку левацкой пропаганды. Ну а теперь о главном, о патриотизме. Когда-то я очень много читал Льва Николаевича Толстого, и я прекрасно помню, как, может быть, лет 13 или 15 назад, его знаменитые размышления о патриотизме из статьи «Христианство и патриотизм» произвели на меня очень такое двоякое и противоречивое впечатление. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так оно и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм – есть рабство. Лев Николаевич Толстой – христианство и патриотизм. И с одной стороны, то, что я видел и вижу вокруг, плюс-минус укладывалось и укладывается в тезисы Толстого. Но в то же время было понимание, что бывает и какой-то другой патриотизм. Именно поэтому я сегодня сравниваю советский патриотизм, а точнее его вариации, их было всё-таки несколько, с патриотизмом современным официальным. Если мы откроем советские статьи на эту тему, это к началу 50-х годов, то увидим, что патриотизм там рассматривается с сугубо положительной стороны. Будь то советский патриотизм, патриотизм буржуазных национально-освободительных движений, или даже этакий низовой народный патриотизм в передовых капиталистических странах. Патриотизму противопоставляется как шовинизм, национализм, так и буржуазный космополитизм. Однако на практике грань между любовью к родине, стремлением к её развитию, прогрессу и национализмом, шовинизмом может быть весьма и весьма размытой. Поэтому я нынче предпочту подход Александра Владимировича Бузгалина, который в статье «С чего начинается родина», выпущенной несколько лет назад, рассматривает патриотизм как максимально широкое понятие, внутри которого существуют разные патриотизмы. Так вот, что же там с советским отношением к родине? В левой теории на самом деле существовали, ну, очень разные подходы к патриотизму. От националистических до оголтелокосмополитических. Однако основы советского строя были заложены именно большевиками во главе с Лениным, которые в этом вопросе придерживались весьма сбалансированного подхода. Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет. Мы любим свой язык и свою родину. Мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы, то есть девять десятых ее населения, поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Мы полны чувства национальной гордости. И именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое. Когда помещики-дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая и свое рабское настоящее. Когда те же помещики с поспешествуемыми капиталистами ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорищую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом. Но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство, например, называет удушение Польши, Украины и так далее, защитой отечества великоросов, такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения, халуй и хам. Владимир Ильич Ленин о национальной гордости великоросов. 1914 год. Примерно такой подход был положен в основу советского патриотизма изначально. То есть национальная гордость как стимул к прогрессу, к борьбе и к защите революционных завоеваний. Временем настоящего рождения советского патриотизма является начало 1918 года. С одной стороны, внутренняя контрреволюция переходит в наступление, разворачивается гражданская война. С другой стороны, начинается наступление Германии на фронте, происходит формирование Красной Армии, и 21 февраля выходит декрет советского правительства «Социалистическое отечество в опасности». Социалистическое отечество в опасности. Да здравствует социалистическое отечество. Да здравствует международная социалистическая революция. Совет народных комиссаров. 21 февраля 1918 года. Петроград. Примитивные представления антикоммунистов о том, что вот большевики напрочь отбросили патриотизм, а Россию позиционировали как пустое место, ну или там дрова в мировой революции, в корне не верны. Однако у советского патриотизма с самого начала был ряд достаточно занятных особенностей. Во-первых, под отечеством, как известно, Ленин и его товарищи понимали прежде всего социальную, политическую и культурную среду, в которой живет и трудится народ. То есть отечество отождествлялось не с банальной территорией, не с религией или конкретным правителем, а со строем, в рамках которого живет общество. Во-вторых, советский патриотизм был интернационален. Внутри страны обеспечивается равноправие народов. Тот же Сталин, профильно еще до революции, занимаясь национальным вопросом, отмечал, что социалистическая революция откроет путь к рассвету культур малых народов в рамках равноправного содружества. Но это был и интернационализм, ориентированный вовне. Судьба социалистического отечества неразрывно связывалась с судьбами международного пролетарского движения и судьбами мировой революции. Условно говоря, мы гордимся тем, что начали этот процесс, гордимся своими достижениями, но это лишь часть международной борьбы трудящихся, которой мы также поможем всеми силами. Заметьте, даже в процитированном отрывке из декрета Совнаркома это прекрасно видно. В дальнейшем эта концепция получила развитие, новые повороты и дополнения. Уже, в общем-то, в сталинское время, например, была выдвинута концепция, что СССР является второй родиной для всех пролетариев и коммунистов мира. Мол, вы всегда можете найти поддержку у нас, но и вы обязаны нас поддерживать. И действительно, СССР приютил же огромное количество коммунистов со всего мира. Там, где они были в Апале. Ну, вспомните хотя бы пример Испании, Греции. Вкладывал невероятные средства в компартии других стран, но взамен эти компартии двигались четко, строго в фарватере политики Кремля. Отступники могли стать в лучшем случае троцкистами, ну а в худшем — мертвыми троцкистами. Я вас уничтожу. Интернационализм внутри государства также претерпевал изменения. В 20-е годы наблюдается торжество эдакой позитивной дискриминации. Политика коренизации, в рамках которой действительно делается ставка на развитие культуры республик и малых народов в ущерб русскому населению, в рамках которой приоритетными становятся именно местные, а не русские кадры. В 30-е годы власть пытается проводить уже более сбалансированную национальную политику, а уже в период перед войной некоторые специалисты отмечают даже определенную русскоцентричность национальной политики Сталина. Но несмотря на зигзаги, спорные, а то и вовсе страшные эксцессы вроде переселения целых народов, интернационализм оставался важным и действенным элементом советского патриотизма. Равно как и третий его элемент, классовая составляющая. Государство рабочих и крестьян, рабоче-крестьянская красная армия. Везде подчеркивалось, что сам смысл существования этого государства основан на интересах трудящегося большинства. И гордость за свою отчизну — это гордость за деяния масс трудящихся. Государство, нацеленное на общественное равенство. Согласитесь, такое государство больше хочется любить и уважать, гордиться им. И еще одним уже каким-то четвертым элементом концепции советского патриотизма можно считать новаторство самого общественного строя. Мы гордимся нашей советской родиной еще и потому, что мы строим самое прогрессивное общество из тех, что были на планете. Мы строим коммунизм, мы идем к прогрессу. Мы новаторы, мы пионеры будущего. Мы открываем двери в него передо всем человечеством, ведем его за собой. Да, изначальная технологическая слабость и культурная отсталость России, помноженные на ряд других факторов, сыграли здесь злую шутку с советским строем. Однако нельзя отрицать того, что дух новаторства объединял общество и служил важным плацдармом для побед и технологических рывков. Однако меня всегда в советском патриотизме радовал следующий, пятый его элемент. Это конкретность. Вот честно, речи сегодняшних представителей правящего класса со скрепами, отсылками к великому прошлому, которое творилось совсем не ими, выглядят попросту смешными. У граждан советской России, а затем и из Советского Союза, патриотизм формировался не на голых лозунгах, не на вздохах о прошлом, а на вполне конкретных вещах, в настоящем и будущем. Советская власть это круто, потому что уничтожила помещище землевладение, потому что уравняла женщину в правах и дала ей дорогу в полноценную жизнь, потому что всеобщее образование, потому что восьмичасовой рабочий день и прочие гарантии, реально улучшающие жизнь простого народа, потому что развивается культурный досуг, потому что открываются социальные лифты и многое-многое другое, что каждый трудящийся ощущал непосредственно на себе. Без этого понимания невозможно были бы великие свершения, которые в свою очередь также становились заслугами советской власти. Победа над белыми и интервентами, индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, первый спутник и человек в космосе. Забавно, но эту особенность советского патриотизма не улавливает практически никто из современной творческой элиты. То есть они пытаются объяснить мотивацию советских людей то ли тем, что им промыли мозги ублюдки из обкомов, то ли тем, что кто-то там за булочку и за трамвайчик сражался, то ли каким-то иным бредом. А в итоге-то этот строй просто-напросто имел реальные достижения, которые непосредственно влияли на жизнь людей. Довольно характерно то, что советский патриотизм изначально строился на отрицании прежней культурно-политической системы. Большевики словно открыли новую чистую страницу в истории России, похоронив весь прежний мир. По всем заветам хита под названием «Интернационал». Потом, правда, и здесь намечается поворот уже в сталинское время. Началось переосмысление предыдущего исторического опыта России, и вот мы уже видим новую героизацию Александра Невского, Петра Первого и даже Ивана Грозного. Часто эти оценки, кстати, были не бесспорными. Стоит посмотреть хотя бы на то, как Сталин оценивал деятельность Ивана Грозного. Но через подобные зигзаги советский патриотизм ушел от порывов полностью отпочковаться от дореволюционного прошлого. Кто-то наверняка отметит важную роль образов вождей в концепции советского патриотизма. Да, это действительно так. Персонификация здесь присутствовала и имела ярко выраженный характер. Но важно отметить, что вожди здесь играли роль не самодостаточных лиц, а наиболее продвинутых в интеллектуальном плане борцов за дело коммунизма, на которых нужно равняться. В итоге можно сказать, что да, сам облик советского патриотизма менялся, что, наверное, закономерно. Однако он был не какой-то выдуманный идеологами пропагандистской мишурой. Он был живой, реальной концепцией, основанной на реальных достижениях и перспективах советской системы. Мы не будем здесь подробно останавливаться на том, почему погиб советский патриотизм. Однако о ключевых моментах этого процесса нельзя не сказать. Очевидно, что важнейший блок причин кроется в социально-экономической сфере. Во-первых, в 70-е и 80-е годы уже со всей очевидностью проявилось то, что, хоть СССР добился серьезных прорывов во многих областях, коммунизм еще даже не близко. В то же время шапкозакидательские заявления властей, типа тезиса Хрущева о построении коммунизма к 1980 году, выглядели откровенным очковтирательством. Во-вторых, сама идея движения к коммунизму в 50-е и 60-е годы была подменена идеями повышения показателей потребления, дабы догнать и перегнать в этом деле передовые кап страны. С одной стороны, такой подход на государственном уровне хоть и был логичен, после всех потрясений первых послереволюционных десятилетий, но способствовал таки развитию мещанства. Плюс к этому догнать и перегнать передовые кап страны в результате так и не удалось. В 60-е годы советское общество достигло максимальной точки приближения по уровню потребления к странам Западной Европы и США. Однако уже в 70-е и 80-е годы разрыв продолжал увеличиваться. То есть ни коммунизма, ни мещанского рая в итоге не вышло. И это негативно отражалось на общественных настроениях. Хотя, повторюсь, уровень жизни в СССР по сравнению даже с кап странами второго эшелона был очень хорош, а социалка так и вовсе великолепна. Однако это еще не все. Партийная номенклатура чем дальше, тем больше деградировала, обрастала привилегиями. Работники, вопреки партийным лозунгам, отчуждались от власти политической и экономической. И хотя неравенство было тогда мизерным по сравнению с нынешними мерками, часть советских граждан ну раздражала это кликобюрократии. Тезисом о привилегиях партноменклатуры, кстати, будет успешно орудовать партноменклатурщик Ельцин, перейдя в оппозицию. Это что, необходимость? Необходимость иметь 4 дачи? Их построить за 4 года перестройки? Вот где нравственное начало. Человек, который руководит государством, он должен нравственно чист. И у него излишества, роскоши, да еще не за свои деньги, не заработанные, а за деньги народа построенные. Это безнравственно. Замедление темпов экономического роста, отсутствие новых грандиозных свершений, все это сказывалось на настроениях народных масс. Плюс неумная и топорная цензурная политика, железный занавес, теоретическое начетничество, формальность вступления в партию для продвижения по карьерной лестнице. Все это и многое другое также подтачивало лояльность по отношению к советскому строю, в первую очередь в среде молодежи. Наряду с социально-экономическими причинами кризиса советского патриотизма были и другие. Сама концепция советского народа как новой гражданской нации была высказанным пожеланием о неосознанной стратегии. То есть СССР по своим институциональным основам в виде национальных республик тормозил формирование общей советской идентичности, которая могла бы не отменить, а вобрать в себя как матрешка местные национальные идентичности. Для этого необходимо было пытаться аккуратно реформировать политическую и административную структуру, отказываться от принципа этнизации территорий и политических структур. Ну а в эпоху перестройки идеалы и вовсе претерпели грандиозный демонтаж, санкционированный самой верхушкой КПСС. Об этом мы уже говорили в ряде выпусков. Зачем идеи равенства и братства, когда в считанные месяцы на серых бизнес-схемах кооператоры могли стать миллионерами? Какие могут быть идеи интернационализма, когда в республиках назревает дележ собственности и борьба за власть, что провоцирует подъем идей национализма и сепаратизма? Какой коммунизм, когда журнал «Огонек» под опекой Яковлева льет грязь на советскую историю и недавних героев? Да и сложно многим хранить патриотизм на фоне растущего дефицита, во многом, кстати, искусственного, о чем мы также говорили. Демонтаж не только советской системы, но и советского патриотизма был закономерен и планомерен. Горбачевский СССР переходил к политике дружбы с Западом, политике односторонних уступок на фоне углубляющихся внутриэкономических проблем. Однако нельзя сказать, что советский патриотизм вот так вот взял и испарился. Нет, с распадом СССР на волне неолиберальных реформ и жесточайшего экономического кризиса мы видели его подъем в форме красного реваншизма. Политическими силами, которые его аккумулировали, стали партия РКРП, примыкавшая к ней в те годы движения «Трудовая Россия», да и та же КПРФ. Под лозунгами советских патриотов москвичи бились на майской демонстрации 1993 года, на октябрьских баррикадах того же года. Эти же идеи вплетались в предвыборную программу Зюганова в 96-м, в кризисные протесты 98-го года. Однако красный патриотизм в эти годы соседствовал и даже переплетался с коричневым патриотизмом русских националистов и даже откровенных фашистов. Здесь были и кидающие руку от сердца к солнцу и призывающие очистить Россию от евреев бойцы из русского национального единства. Было и натуральное порождение политической постмодернистской эклектики «Национал-большевистская партия Лимонова», в которой изначально были и Егор Летов, и Александр Дугин, и, страшно подумать, Сергей Паук-Троицкий. Великая русская мечта это, так сказать, православие, соборность, в общем-то, Троица, и когда именно достигается в обществе именно такой все эти принципы, так сказать, в общем-то, то происходит такой мощный, так сказать, прорыв в космос, в общем-то, как в астральном смысле, так и в материальном, в общем-то. И это есть мечта русского человека. Тут лозунг «отнять и поделить» соседствовал с лозунгами типа «Россия, все остальное ничто» и призывами к введению войск на территорию бывших республик. В общем-то, эти товарищи словами не ограничивались. Известна череда акций прямого действия, захватов зданий, в том числе в Риге и в тогда еще украинском Севастополе. А в 2001 году Эдуард Лимонов и ряд других нацболов были обвинены в терроризме и арестованы. В 90-е годы патриотизм становится прерогативой системной, а чаще вне системной оппозиции. Причем тут, повторюсь, имело место невероятно пестрое разнообразие патриотических концепций от советской до откровенно нацистских. Ельцинское же государство закономерно не могло предложить внятной концепции. Господи, благослови Америку. Когда ты уничтожаешь отечественный индустриальный потенциал, встраиваешься в международный рынок и пытаешься впрыгнуть с разбега в западную цивилизацию в качестве сателлита, когда ты принимаешь гуманитарную помощь с Германией и США, получаешь один за другим восемь кредитов от МВФ, ну и далее по списку, с патриотизмом это не шибко вяжется. Идеологией ельцинской России становится скорее такой либеральный глобализм и космополитизм. Очень комично выглядела ситуация, в которой российский министр иностранных дел Козырев просил американского президента Билла Клинтона подкинуть мысли и тезисов для российской национальной идеологии. Однако очевидно, что внутренние проблемы нарастали. И где-то с середины 90-х годов ельцинский аппарат предпринимает первые ленивенькие попытки изобрести какую-никакую идейку для объединения плебса. В 95-м принимается закон о поддержке патриотических организаций, хотя поддержка была слабой и скорее символической перед выборами 96-го года. Принимается также закон о государственных исторических праздниках. Забавно, но на протяжении 90-х годов несколько раз созывались рабочие группы по выработке национальной идеи для России. Но лучшее, что из этого вышло, это шутки над подобными потугами в романах Виктора Пелевина. Короче, я тебе сейчас ситуацию просто объясню. На пальцах, сказал Вовчик. Наш национальный бизнес выходит на международную арену, а там крутятся всякие бабки. Чеченские, американские, колумбийские, ну ты понял. И если на них смотреть просто как на бабки, то они все одинаковые, но за каждыми бабками на самом деле стоит какая-то национальная идея. У нас раньше было православие, самодержавие и народность. Потом был этот, коммунизм. А теперь, когда он кончился, никакой такой идеи нет вообще, кроме бабок. Но ведь не могут за бабками стоять просто бабки, верно? Потому что тогда чисто непонятно, почему одни впереди, а другие сзади. Во как, сказал Ханин. Учись, Вован. И когда наши русские доллары крутятся где-нибудь в Карибском бассейне, продолжал Вовчик, даже на самом деле не въедешь, почему это именно русские доллары? Нам не хватает национальной идентичности. Последнее слово Вовчик выговорил по складам. Понял? У чеченов она есть, а у нас нет. Поэтому на нас как на говно и смотрят. А надо, чтобы была четкая и простая русская идея. Чтобы можно было любой суке из любого Гарварда просто объяснить. Тыр-пыр восемь дыр. И нефига так глядеть. Да и сами мы знать должны, откуда родом. Ты давай задачу ставь, сказал Ханин и подмигнул татарскому в зеркальце. Это ж мой главный креатор. У него минута времени больше стоит, чем мы с тобой вместе в неделю зарабатываем. Задача простая, сказал Вовчик. Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на пять и короткую версию на страницу, чтобы чисто реально было изложено, без зауми и чтобы я любого импортного пидора, бизнесмена там, певицу или кого угодно мог по ней развести, чтобы они не думали, что мы тут в России просто денег украли и стальную дверь поставили, чтобы такую духовность чувствовали бляди, как в 45-м под Сталинградом. Понял? Виктор Пелевин, Generation P. Роман вышел в 99-м году. Мне иногда грешным делом кажется, что Путин просто начал внедрять свою концепцию патриотизма, прочитав Generation P. Хотя, конечно, в реальности причины для этого были куда более серьезные. Мы уже разбирали в ряде видео процесс укрепления российского капитализма при Путине. Рост цен на нефть, консолидация большей части олигархии, введение силовиков в правящий класс в качестве этаких варягов, призванных навести порядок. Многие проблемы России на время затыкаются нефтедолларами, сырьевые корпорации становятся основой экономики, перекрывая возможности для развития остальных отраслей, а сама Россия постепенно приобретает империалистические амбиции. Отечественные сырьевики прорубают себе дорогу на Ближний Восток, в Африку, порой мирно, порой при поддержке российских войск, но еще чаще в сопровождении солдат удачи из частных военных компаний. Параллельно идет закономерное ухудшение отношений с западными партнерами. Если в начале своего первого срока Путин читал обращения в Бундестаге на немецком, спрашивал о возможности вступления России в НАТО, то к концу второго срока он уже пустинскую речь, которая по риторике была еще даже не близка к сегодняшним жестким заявлениям президента, но которая считается началом открытого противопоставления России западу. Никто уже не чувствует себя в безопасности, я хочу это подчеркнуть, никто не чувствует себя в безопасности, потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружения. Что же делать в условиях, когда правящий класс России консолидируется, жиреет, выходит на поле внешнего противостояния, готовится к череде военных конфликтов, без патриотизма тут никак. Плюс в одном из недавних роликов показывалось, что у нынешней России имеется масса скрытых противоречий, которые в перспективе рискуют порвать ее на куски. Патриотизм, видимо, является той субстанцией, которая должна была помочь склейке пестрой системы государства. Патриотизм жизненно необходим был системе путинской России на намеченном пути наведения внутреннего порядка и организации внешнеэкономической и внешнеполитической экспансии. Конечно, здесь можно приплести субъективный фактор, сказать, что, ну, это вот просто Путин у нас таким патриотически настроенным оказался, и поэтому у нас появилась юнармия, фиговая туча проектов, которые спонсирует администрация президента, а СМИ начали с утра до вечера провоцировать вот эти вот всплески национальной гордости. Но каковы бы ни были позиции самого Путина логика развития отечественного капитализма, его империалистические амбиции и начало противостояния с западным империализмом создали необходимость для правящего класса России выдвигать и внедрять патриотические концепции, чтобы сплотить вокруг себя народ и в случае чего использовать его в качестве добровольного пушечного мяса. Но что же представляет собой патриотизм путинской эпохи и каковы его идейные источники? Недавно я давал комментарии одному американскому подкастеру и он сказал мне одну вещь, которая меня очень сильно позабавила. Среди правых в США очень большим авторитетом является давно позабытый и маргинализировавшийся в России Александр Дугин и американские правые свято уверены, что именно Дугин с его евразийством идеями расширения жизненного пространства России является главным интеллектуальным вдохновителем Путина. По поводу околофашистских взглядов Дугина я оставлю ссылочку в описании к видео. Если его идеи и пришли к Путину, то наверняка опосредованно через Владислава Суркова, речь о котором пойдет далее. Если же говорить о прямых фашистующих вдохновителях Владимира Владимировича, то тут стоит сказать о философе Иване Ильине, пособнике нацистов, который продолжал их оправдывать даже после 1945 года. Забавно то, что увлечение Ильиным это нынче уже не индивидуальная слабость президента. Готовясь к этому выпуску, я читал разные статьи о концепции российского патриотизма и то и дело там мелькают ссылки на великого философа Ильина и его чудо-концепцию. Жалко, что самого Ильина, чей прах бережно перевезли по настоянию Путина в Россию, при этом редко цитируют. Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию, европейской культуре дается отсрочка. Иван Ильин, национал-социализм, новый дух, 1933 год. А вот из работы 1948 года. Наконец фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру. Иван Ильин о фашизме. Хороший был русский философ Ильин. Патриотичный. Однако идеалистически философская концепция патриотизма Ильина однозначно была взята на вооружение путинским аппаратом. По мнению Ильина, истинный патриотизм рождается из духовной природы человека, как чувство, уходящее корнями в глубину человеческого любовь к родине должна быть осмыслена как творческий акт духовного самоопределения. Патриотизм всегда инстинктивен. Родина воспринимается именно живым и непосредственно духовным опытом. Человек совсем лишенный его будет лишен и патриотизма. Иван Ильин Путь к очевидности. Эта концепция в корне отличается от концепции советского патриотизма своей иррациональностью. Патриотизм теперь это неосмысленная гордость за конкретный строй и его достижения, а некий такой инстинкт, который сидит в психике каждого и который нужно лишь грамотно спровоцировать на пробуждение и в дальнейшем обработать. Как мы увидим, именно такой подход, обозначенный нацистским пособником Ильиным, взят на вооружение государственной пропагандой в России. При этом Путин формально не привязывается ни к одной идеологии, будучи идеологическим флюгером, поворачивающимся в ту сторону, фотограф Путина историк Рой Медведев отмечает, как Владимир Владимирович способен назвать себя и националистом, и либералом, и даже социал-демократом, когда как выгодно. Именно поэтому официальный российский патриотизм путинской эпохи, он в отличие от патриотизма советского, идеологически абстрактен, эклектичен, он просто жонглирует образами и смыслами в лучших традициях постмодерна. И для того, чтобы понять, почему его обличие вышло именно таким, я не могу обойти вниманием, возможно, главного его идеолога, Владислава Суркова. Забавно, но пока писался сценарий к данному ролику, в сети появились слухи, что Владислава Юрьевича задержали, якобы по поводу махинаций с помощью Донбассу в 2014 году. Не знаю, подтвердится ли эта информация, но поговорить я хотел бы о другом. Сурков среди всей российской властной шоблы всегда казался мне человеком наиболее интеллектуальным, примечательным и интересным. На гитаре играет, романы под псевдонимами выпускает, песни для Вадима Самойлова пишет. Короче говоря, творческая персона. И столь же творчески на постах замглавы администрации президента, вице-премьера, помощника президента Владислав Юрьевич моделировал политическую реальность России. Идея Суркова заключалась не в том, чтобы создать такой единый партийный инструмент идеологического контроля. Этим чуть позже, наверное, пытался заниматься Володин, думая про единую Россию и так далее. Идея Суркова заключалась не в создании этой единой системы идеологического контроля, а в более сложной конструкции. Таким образом, чтобы можно было находиться в такой выгодной точке политической, при которой всем немножко платят, конечно, разумеется, или дают какие-то бонусы определенные через систему уполномоченных, которые у него были. И за счет этого вся среда начинает как бы, сказать, дискутировать и производить какие-то образы творчески причем. И при этом достигается определенный политический результат. Вот такая была его конструкция, но она себя как история показала в плохом смысле слова оправдала, потому что этой системе удалось трансформировать общество. Некогда Сурков вышел из команды Ходорковского, в низвержении которого в итоге он же сыграл серьезную роль. В отличие от меня, который видел несколько раз Ходорковского и несколько раз общался, Владислав Юрьевич работал в Минотепе в течение нескольких лет и по-моему в администрацию президента он пришел чуть ли не из Минотепа, то есть от Ходорковского. Плоть от плоти. Когда я спросил Суркова о том, что он думает по этому поводу, вот мне трудно будет забыть эту фразу, он тогда ответил мне «Каждый человек не знает пределов своей гибкости». Вот это была его фраза. Придя в руководство администрации президента еще при Ельцине Сурков был одним из тех, кто влиял на выдвижение Путина. И в дальнейшем практически все знаковые вехи путинской политики, в том числе вехи идеологические, были связаны с Сурковым и его неиссякаемым креативом. Создание череды прокремлевских движений, сворачивание свободы слова и создание управляемого политического пространства, наполненного политическими спойлерами на фоне центрального гиганта. Да-да, те же Единая Россия, Партия Родина, Справедливая Россия это все креатуры Владислава Юрьевича. Выдвижение концепции суверенной демократии, курирование работы в украинском направлении, в том числе и с Донбассом. Все это и многое другое значится в послужном списке Суркова. Ну и, конечно же, складывание самой системы официальной пропаганды. 10-15 лет назад был даже в ходу особый термин Сурковская пропаганда. Эх, Олды вспомнят и всплакнут. Вы Сурковская пропаганда. Вы меня не снимайте, пожалуйста. Вы Сурковская пропаганда. Вы сказать что-то можете, или у вас все заклинило? Вы Сурковская пропаганда. Вы Сурковская пропаганда. И концепция нового российского патриотизма была во многом заложена и смоделирована Сурковым и его ближайшими соратниками. Будучи неплохим писателем-постмодернистом, Сурков по тем же принципам формировал образ и организационную систему нового российского патриотизма. В части про советский патриотизм я говорил про его подчиненность идеям коммунизма и его максимальную конкретизированность. Так вот, патриотизм путинской эпохи это просто хоровод абстракций, постмодернистское жонглирование формами и образами, из которых вынимается прежнее содержание и взамен набивается новое. В полном согласии с концепцией Ильина патриотизм преподносится как некая имманентная черта русского человека, которая присуща ему вне времени, вне обстоятельств, вне контекста действующего общественно-политического устройства. Там, где в советские времена люди, ведомые патриотическими позывами, боролись за прогрессивную систему, открывающую новые горизонты для советского человека и человечества в целом, сейчас граждане должны бороться и гордиться Россией просто потому, что она Россия. Эх, волей-неволей вспоминается старина Джордж Карлин. Быть ирландцем это не умение, это, блядь, генетическая случайность. Вы же не скажете, я горжусь, что во мне 5 фунтов и 11 дюймов, я горжусь, что у меня предрасположенность к раку прямой кишки. Так почему ты, блядь, должен гордиться быть ирландцем, или итальянцем, или американцем, или кем бы то ни было? При этом особое значение приобретает праздник победы, который систематически очищается от советскости и вообще многих своих ключевых атрибутов. Многие, в том числе и я, знатно бомбили с того, что георгиевская лента вместо гвардейской считается нынче символом победы, от того, что сами слова советский народ в дискурсе руководства страны заменены на русский народ и далее по списку. Но ведь нужно видеть в этом и гениальную руку мастера, тогда многое становится на свои места. Так же, как у Пелевина в романах Достоевский в очках со святой водой может месить зомби, а просто Мария соседствует со Шварценеггером, точно так же глава российской олигархии у задрапированного триколором Мавзолея на 9 мая будет вещать о силе и духе русского народа. Разница только в том, что Пелевин-то прикалывается и вскрывает абсурдность современной культуры, частью которой, правда, он и сам является. А вот креатура сурковской пропаганды вполне себе серьезна. Хотя в последнем я, честно говоря, не уверен, точнее, даже мне кажется, серьезности происходящего, сурков просто смотрел на смоделированную им политическую реальность с такой ухмылкой кукловода, понимающего, какую грандиозную дичь он всем показал, да еще и так, что все поверили и уверовали в нее. Повторюсь, в советскую эпоху также неоднократно обыгрывались образы прошлого, наполняясь в угоду конъюнктуре новыми, отнюдь не присущими им в исторической реальности смыслами. От образа Александра Невского до чудаковатого эксцентрика Ленина в картине Ленин в октябре. Но все это было такими эпизодическими, декоративными моментами. В современной же России постмодерн, обращенный в прошлое, это ключевая, несущая идеологическая конструкция. Причем такой подход оказывается вполне завлекательным и перетягивает на сторону власти многих даже так называемых советских патриотов. Итак, первый столб российского патриотизма это игры на мемах из прошлого, вызывающих максимальные эмоции. При этом смысл и контекст мемов меняется в угоду текущему моменту. Это то самое воздействие на инстинкты, которое по Ильину должно пробудить патриотические чувства в народе. Вы думали, что максимально жесткий идеологический контроль правящего класса над обществом невозможен без четкой и тотальной идеологии? Сурков доказал обратное, выстроив более сложную систему возбуждения патриотических чувств и подчинения их интересам олигархии. Кстати, после ухода Суркова с центральных постов, переключение его на украинскую тему пропаганда ехало, конечно, по его рельсам, но стало, как по мне, более топорной, прямолинейной, менее интересной. Ну, это уже так, личные наблюдения. Вторая особенность современного патриотизма, которая, на первый взгляд, роднит его с советским, это наличие вождизма. Однако, как я уже говорил, вожди в СССР это лишь идеалы воплощения коммунистической идеи. Они не являлись самодостаточными в отрыве от этой идеи, а Путин является. В концепции российского патриотизма Путин сам идея. Вот что говорил его бывший приближенный человек, во многом смоделировавший медийный образ Путина, Глеб Павловский. Путин сам по себе это целая идеология. Он генерирует определенную идеологию и преуспевает в этом, всегда избегая ее систематизировать. Это вольтеровская манера, здравомыслие вместо доктрины. Глеб Павловский. Путин сам источник идейной благодати, мудрый правитель, на котором сходится вся концепция российского официального патриотизма. Эту мысль начали двигать уже в первый путинский срок молодчики из прокремлевского движения идущие вместе. А сейчас мы видим это на примере лозунгов типа «За Россию, за Путина». Кстати, занятным является и национальный аспект концепции российского патриотизма. Как в дальнейшем было закреплено даже в Конституции, русский народ считается государствообразующим. И тут путинское руководство пытается держать очень сложный баланс, учитывая многонациональную сущность России. С одной стороны глушит радикальных националистов или же использует их в качестве пушечного мяса в горячих точках, а с другой стороны перенимает некоторые программные тезисы правых, позиционируя государство российское как защитника интересов русских во всем мире. Это, к слову, очень удобная позиция, поскольку позволяет в случае чего обосновывать собственные империалистические похождения, что мы, в общем-то, наблюдаем прямо сейчас на территории Украины. Что есть русский мир? Это идея. Я ее когда-то ввел в структуру государственной политики, когда мы меняли идеологические даты, отменили день празднования социалистической революции и ввели день народного единства. В России ведь не было ни одного праздника, связанного с событиями дореволюции. Этот день стал днем русского национализма по сути своей. Была такая задача, как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества. Там, где раньше был интернационализм, солидарность с трудящимися мира, теперь продвижение так называемых национальных интересов. Под ширмой национальных интересов, конечно же, в первую очередь прячутся интересы российских корпораций, силовиков, бюрократия, но в качестве идеологического приема это работает. Кстати, вот эти идеи великодержавного русского шовинизма, поглощающего пространство, согласно которому, например, украинской нации в принципе не существует, тоже были взяты на вооружение в первую очередь нашим любимым Владиславом Юрьевичем. Украины нет, есть украинство, то есть специфическое расстройство умов, удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечения этнографией. Такое кровавое краеведение, сумбур вместо государства, борщ, бандера, бандура есть, а нации нет. Брошюра самостийна Украина есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет. Сурков, мне интересно действовать против реальности. Интервью порталу актуальные комментарии. Наряду с великодержавным шовинизмом, солидаризм, концепция национального единства это тоже важная часть концепции путинского патриотизма. Да, все опять вполне близко к Ильину. Нынче даже праздник профильный под это дело имеется. В то время как в России наблюдалось и наблюдается колоссальное социальное расслоение, в то время как значительная часть крупного бизнеса до недавних пор была максимально интегрирована в Запад, все эти тезисы выглядели довольно комично, однако задумывались об этом не то чтобы все. Кстати, о Западе. Занятно, что путинский биограф Рой Медведев в период первых двух сроков характеризует Путина как западника в хорошем смысле слова. И на тот момент это было действительно так, но по мере нарастания противоречий с Западом происходят сдвиги в идеологии. В 2006 году появляется внезапно сформулированная Сурковым концепция суверенной демократии. Допустимо определить суверенную демократию как образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами ее образующими. Владислав Сурков национализация будущего. Вроде ничего особенного, но это одно из первых концептуальных заявлений с российской стороны по поводу того, что мы сами по себе и вы тут к нам не лезьте. Закономерным продолжением этой концепции стала мюнхенская речь Путина 2007 года. Однако и после первых экспериментов с антизападной риторикой Владимир Владимирович остается в целом политиком ориентированным на Европу. Собственно там были и главные экономические и политические партнеры России. Но за прошедшие с тех времен 15 лет многое изменилось, как вы понимаете. Столкновение империализмов породило уже нешуточное противостояние, санкции, а ныне еще и военные конфликты, что отразилось и на идеологических позициях. И сейчас мы имеем в дискурсе уже национал предателей, иностранных агентов, борьбу с западными ценностями и прочее прочее. Благо, что в контексте развития российского патриотизма противостояние с западом было скорее удачным решением. Старшее поколение, помнящее советские времена, немалая часть националистов, часть коммунистов и даже кое-кто из либералов с симпатией отнеслись к размежеванию с западом. Но подчеркну еще раз, антизападная риторика путинской элиты это в первую очередь плод развития отечественного капитализма и столкновения империалистических противоречий на международной арене. Кстати, реальное антизападничество элиты не стоит переоценивать, тем более там существуют разные группировки с разными взглядами. Даже на фоне происходящих событий Набиулина например заявляет, что о национализации иностранных предприятий речи не идет, но тем не менее антизападная риторика в концепции патриотизма путинской России переплетается с идеями милитаризма. Если становление милитаризма советской эпохи было основано на идеях мировой революции, а также обороне завоеваний октября, то тут речь идет о реализации империалистических амбиций, прикрытых словами о национальных интересах. Ну и вообще культ силы и создание ореола запредельной крутизны это важная фишка путинской пропаганды. Даром, что все эти технологии были разработаны в чертовом совке, и только благодаря им Владимир Владимирович пока еще не повторил славный путь Милошевича, Хусейна или Каддафи. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Плюс там, где в советские времена было стремление насадить материалистическое мировоззрение, нынче произрастает опиум народа. Власть прочно заручается поддержкой русской православной церкви и прочих конфессий. Ну а церковь в долгу не остается, оказывает идеологическую поддержку действующему строю. Стоит отметить, что в теме строительства храмов в молитвенном экстазе нередко соединяются церковь, власть и бизнес. В этом плане примечательно расследование информагентства РБК под названием «Кто финансирует строительство новых храмов в Москве?» Выходит следующее. Власти подмахивают бумаги, выделяют земли и осуществляют заступничество за веру православную и, кстати говоря, не только православную. Крупный бизнес, в свою очередь, инвестирует огромные деньги в строительство храмов. Корпорация Транснефть, например, вообще работает с двух рук, оплачивает строительство не только церквей, но и мечетей. Но в конечном счете все это лишь инвестиции в сохранение здания российского олигархического государства. Естественно, для продвижения этой эклектичной многовекторной концепции нового русского патриотизма необходимо было формирование особого медийного пространства. Если в 90-е годы олигархи вроде Гусинского и Березовского держали под контролем центральные каналы, большое количество прочих СМИ, то в первые же годы путинской эры все эти ресурсы переходят под крыло государства. И дальше пошло-поехало. Главным идеологом этих процессов был, вы уже сами знаете кто. Потешные правозащитники из хельсинской группы в 2010 году требовали у Медведева отставки господина Суркова. Наивные. На гражданском форуме, который пройдет в день Конституции, правозащитники намерены выступить с обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой уволить первого заместителя главы администрации назвав его деятельность противозаконной авторы письма отмечают, что в нынешних условиях людям подобным Суркову практически невозможно противостоять законными методами. Коммерсант 10 декабря 2010 года. Но и это далеко не все. Все мы знаем, что элементом патриотического воспитания в СССР были общественные организации. Ну там Пионерия, Комсомол. Владислав Юрьевич решил создать постмодернистскую аналогию, что-то среднее между комсомолом и хунвейбинами. Это можно считать одним из наиболее топорных творений команды Суркова. В 2000 году создается движение «Идущие вместе», а в 2005 как ответ на первый украинский Майдан движение «Наше». Это организации патриотически настроенной молодежи, которые должны не только продвигать в массы официальную пропаганду, но и в случае чего биться со врагами России. Все это великолепие возглавлял персонаж, довольно быстро ставший одиозным Василий Якименко. Но зато через подобные структуры налаживалась и более ювелирная работа, например, спонсирование молодежных и, кстати, на первый взгляд независимых проектов, типа «Спасибо, Ева», через которые подспудно продвигалась нужная государству повесточка. Никто, блять, из нас не знал. Вообще, организация продвижения патриотизма в сурковские времена была налажена замечательно. СМИ, прокремлевские движения, партии спойлеры. Вот смотрите, есть «Единая Россия», а вокруг создается куча фиктивных псевдо-оппозиционных организаций и медийных лиц, которые просто оттягивают на себя протестный электорат. Они, кстати, могут даже критиковать власть, совершать какие-то демарши, но по контрольным позициям они слаженно продвигают нужные тезисы. До сих пор этот принцип, кстати, работает. При этом не нужно забывать о продвижении патриотических концепций через образовательные организации основного и дополнительного образования. На экране вы видите по крайней мере основные нормативно-правовые акты, которые были приняты для осуществления деятельности в этом направлении. На фоне этого создается и юнармия, которую уже окрестили Путин югендом. Забавно, но один блогер, пару лет назад делавший видео про юнармию, в какой-то момент задался вопросом. Вы что, детей к войне готовите, что ли? Неужели в 2020 году в стране, где вместе с резервом почти 3 миллиона подготовленных солдат и военнослужащих, есть потребность пускать детей под пули? Ну, как показала практика, да. Снова призываю на помощь старину Джорджа. Консерваторам нужны живые дети, чтобы они могли сделать из них мертвых солдат. Друзья, это, надеюсь, и так очевидно, но я хочу подчеркнуть еще раз несколько принципиальных моментов. Развитие и продвижение патриотического дискурса тесно связано с остановлением полупериферийного российского капитализма и с остановлением России региональным империалистом. Концепция путинского патриотизма с одной стороны наследует идеалистические тезисы Ильина, а с другой является такой постмодернистской эклектичной химерой, основанной на выворачивании смыслов. В то же время нельзя не признать творческий подход и изобретательность, с которой Сурков и компания переизобретали Россию. Нельзя не отметить сложную организационную систему из медийных голов, СМИ, прокремлевских организаций, квазиоппозиционных партий, образовательных организаций и прочих элементов, через которую администрация президента и АПшные кукловоды успешно внедрили новые патриотические стандарты. Русская весна 2014-го и не война с Украиной 2022-го показывают, что эта идеологическая химера в принципе работает. Как долго эта нестройная эклектическая модель будет функционировать, вопрос этот остается открытым. Но факты остаются фактами. Путинский патриотизм под личиной народности проносит интересы олигархической верхушки, ввязавшейся в передел мира. Он, в отличие от патриотизма советского, не обращен в будущее и не прогрессивен. Тем более в силу агрессивной шовинистической составляющей, в отличие от пролетарского интернационализма, он не способен предложить ничего внятного, завлекательного, даже сопредельным народом. Ну, что может путинский патриотизм принести, например, украинцам? Торжество российской олигархии? Ну, спасибо, у них своя есть. Или, может быть, объяснение, что украинского народа на самом деле не существует? Сейчас наверняка начнутся вот эти вот возгласы, что я русофоб, не люблю родину и вообще фу. Вовсе нет. Я просто считаю, что любовь к родине не должна служить заменой мозгам. Я уверен, что в России возможен нормальный, вдумчивый, рациональный, народный, революционный патриотизм. Патриотизм, базирующийся на идеях интернациональной солидарности трудящихся, на идеях справедливости, равенства и улучшения положения народных масс. Патриотизм, направленный на прогрессивное будущее, а не основанный на переигрывании образов прошлого. Но такой патриотизм в путинской олигархической России настоящего невозможен. Он с ней просто несовместим. Ну и в финале музыкальный номер. Ну а что, Суркову можно, а нам нельзя? Big Beria Tape композиция Круговорот. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Тут и не было богов, лишь феерическая раля, в нематерии голубь диалектической спирали. Этот мир словно чертеж в геометрическом фрактале, что лишен всего святого, но фактически закрали. И сейчас Виктор Цой через час земля, через двадцатые трава, через три товара. Тут наше сознание просто порождение бытия. Галактика природы просто движет материал. не кричи прощай, не кричи прощай, не кричи прощай, гегель 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 звеняет духа нету тут жизнь это материя прекрасный но побочный продукт человечество природа годы знаний это байта мы стоим как небоскреба вышедания алькайды все это короткий путь не обозначенный на карте я пойду туда где доктор тихо скажет отключайте это не конец это не конец весь этот замес круговорот веществ это не конец это не конец просто жизнь не смерть это лишь процесс это не конец это не конец весь этот замес круговорот веществ это не конец это не конец просто жизнь не смерть это лишь процесс Это не конец, это не конец